Особое мнение на 101FM Но сами вы не празднуете 7 ноября Может быть я не праздную Но я очень хорошо помню этот день Для меня он знаменательный Мы очень много лет жили Когда можно было праздновать 7 ноября И день когда мы выходили на демонстрации Это был праздник реально для нас Адис Агаев в нашей студии Это его особое мнение Добрый день Адис Алиевич Директор аудиторско-консультационной компании Бизнес Информ Член Совета авиатской торгово-промышленной палаты Заместитель Председателя правления Совета хозяйственных руководителей Кировской области Кандидат экономических наук Здравствуйте Если Адис Алиевич у нас в студии То мы в первую очередь обсуждаем Экономические бизнес вопросы Поводы есть И в первую очередь хочу начать С темы избрания нового Уполномоченного по защите прав предпринимателей В Кировской области Вот именно так звучит эта должность Не защиты Не по правам предпринимателей А по защите прав предпринимателей Такая формулировка-то разная 10 ноября в правительстве региона Будет публичное обсуждение Кандидатур на эту должность На мероприятие приглашают предпринимателей Ну я уж не спрашиваю Вы там точно будете? Не буду я К сожалению уже назначил Встречу с своими внуками И они меня очень ждут Я думаю что Я все таки поеду к внукам Хорошо Так вот Говорится в сообщении правительства О том что при выборе победителя Мнение предпринимателей Будет учтено Вот такая интересная формулировка А что могут и не учесть Сказать что ну да мы вас выслушали По закону могут По закону выдвигают губернатор Согласовывает Титов Федеральная полномоченная И ЗАГС Собрание И поэтому мнение предпринимателей Здесь не играет решающей роли Но они могут так или иначе Рекомендовать своих кандидатов То есть это скорее чтобы успокоить Предпринимателей вроде как Ну и такая формулировка Что дать понять что вы тоже вроде как значимы И можете высказываться Кого вы хотите видеть на этом посту Вы знаете процедура же так то правильная Собственно говоря Вы пожалуйста предлагайте Выдвигайте Находите способ там Ведь общественные объединения могут выдвинуть Пожалуйста Все будут рассмотрены Кандидаты Другое дело что как процедура выхолачивается В конечном итоге Ну что будет если вот не будет учтено мнение предпринимателей Что будет Ну предприниматели минимум останутся недовольны Ну и что Что их не услышали Ну и что Ну Обиду затаят Да и что дальше Ну каким то образом придет время Какое то месть И отомстят Не может быть такого нет Судя по процессам которые происходят Когда мнение общественных организаций И предпринимателей в том числе Оно задвинуто Потому что у общественных организаций Нет рычагов влияния на власть Потому что все политические партии Считают себя вправе Игнорировать мнение Общественных организаций И предпринимателей Но особенно это хорошо делает Политическая партия Единая Россия Поэтому В этой ситуации Что можно сказать Ну наверное захотят Учтут Совпадает позиция Ну или ведь бывает так Что люди то все равно Какой бы партии они не были Они Ну периодически то слышат Анализируют то что вы говорите Поэтому Если можно будет их убедить Наверное они учтут То есть для этого нужно наверное Действительно говорить Ну какие то аргументы Весомые какие то вещи Да и конечно Говорить об этом Не молчать тихоря И не ждать Особенно общественным Организациям Так сказать Своё мнение Чтобы это мнение Было известно А то у нас ведь Как Получается что Не все решаются Сказать своё мнение Ну мне кажется Для простого Горожанина Для нашего слушателя Далёкого От каких то больших Политических И бизнес движений Избрание нового Бизнеса Боцмена Ну это что то вот Далёкое Непонятное И вы наверное видели Если читаете интернет Комментарии Появляются там Записи такого рода Да что он может Вообще Этот он Уполномоченный Да Что он может Что в его полномочиях Да это обычный чиновник На шее у народа Вот что вы скажете Этим людям Ну я скажу так Что зря Если действительно Там Для обычного Горожанина Зря он так Думает Потому что Деятельность Предпринимателей Непосредственно Сказывается На жизни Обычного Горожанина Потому что Если Не защищать Этого Предпринимателя То Конечно Итоги Горожанин Обычный Может остаться Без работы Бюджет Может остаться Без налогов Не сможет Ходить в любимый Магазин В любимую Кафешку Пользоваться услугами И так далее Да Очень часто Наблюдаем Что вот Был сегодня Тут Была такая точка Там Ходил туда И именно Туда ходил Сегодня ты уже Не можешь Оно уже закрыто Потому что Вот там Был магазин Игрушек Там для детей Например В этом месте И ты там Ходил и покупал По пути как раз Было А сегодня Этого магазина Нет Потому что По какой-то причине Или Городские власти Налоги повысили Коэффициенты новые Установили Чтобы Брать Три шкуры С предпринимателя Или там Какие-то контролирующие Надзорные органы Вот они Приходят И после этого Значит Деятельность Этого Предпринимателя Прекращается Я не знаю Хорошо это Или плохо Как бы Как вот С точки зрения Горожайного Но для меня Это Однозначно Плохо Потому что Я вижу Множественные И Как снежный ком Разрастающиеся Последствия От того Что Жизнь предпринимателя Становится Все тяжелее И тяжелее Я уже не один раз Говорил Что считаю Именно предпринимателей Да И жуликов тоже И тех Кто налоги там Пытается не платить Там И как И да И их тоже Считаю Самой креативной Частью Вот той частью Нашего общества Которая именно Создает Своей активностью Знанием И стремлениями Национальное богатство Нашего государства Ну а если кто-то из них Пытается идти Не по законному пути Получает по заслугам И тут уже Такой естественный отбор Это естественно Да И потом есть люди Которых Лично мне Многих предпринимателей Удавалось убедить Чтобы они Шли по правильному Законному пути У вас такая работа Да Поэтому Я не вижу в этом Ничего Значит Как бы Не затрагивающего Интересы Горожан А наоборот Это напрямую Затрагивает Интересы горожан Это должность А что касается Того что вот он Ничего там Не делал Там и так далее И так далее Ну Наверное люди Не в курсе Наверное люди Не в курсе Потому что я знаю Как минимум Примерно Около 20 уже Примеров Когда непосредственно Вавилов Помог Пока еще Действующий Бизнес-аблицмен Будучи Да Действующим Будучи Вопрос бы стоял Там О прекращении Постепенной Деятельности И куда бы Эти 600 человек Пошли Я к сожалению Не могу Называть Знаете У меня так часто Бывает Там кто-то Хочет Придраться Меня Спрашивает Ну-ка Ты там А кого ты тут Там Кто там Это какое Я не могу Называть Как бы Потому что Я не получаю У своих Значит Там Скажем так Подзащитных Бумажку Что они мне Разрушают Везде об этом Говорить И называть Их именно Но Тем не менее То есть Я четко знаю А уж Есть Например Одно дело Которое Андрей Вавилов Сделал Для всей России Для предпринимателей Всей России Вы об этом тоже говорили Я знаю О чем вы имеете Да Когда Значит От незаконных Претензий Органов Государственной Власти А именно Налоговых Органов С помощью Андрея Вавилова Не налоговых Прошу прощения А пенсионного Фонда Да Претензий Пенсионного Фонда Андрей Вавилов Помог избавиться Тысячам Предпринимателей Для которых Пенсионный фонд Доходом Считал Всю полученную Ими выручку Без учета Расходов И это приводило Очень К плачевным Результатам Для Налогоплательщиков Индивидуальных Предпринимателей Это люди Которые Сами себя Кормят Свою Семью Кормят Своих Родителей Я вот знаю Предпринимателей Предпринимателей Такого В стрижах Которые Один Работает У него Трое детей Жена Сидит С младшим Ребенком У него Родители Сестра Своей Семьей У него Фактически Работает У него Получает Своей Хлеб Насущный То есть Если вдруг С этим Человеком Что-то Случится Фактически Представьте Себе Что просто Девять Человек Окажутся Либо На шее Государства Либо На грани Бедности И вот Таких Людей Защищает Андрей Николаевич Бандрей Николаевич Мы еще Обязательно Поговорим Чуть позже Сейчас нужно Сделать Небольшую Паузу После Которой Мы продолжим Особое мнение Азиза Агаева Директора Аудиторской Компании Бизнес Инфорум Мы сегодня Слушаем И начали Мы разговор С Азизом Олеговичем О том Что скоро В области Появится Новый Полномоченный По защите Прав Предпринимателей Давайте Азиз Пройдемся По кандидатурам Предпринимательства В содействии Предложил На эту должность Своего руководителя Олег Кайсин Ваши комментарии Вы с ним знакомы Незнакомы Знаком Умный Парень Который Внутренне Желает Добра Таскать Кировской области Но С моей точки зрения Ему рано Нужно Поднаторить Поднабраться опыта Нужно Поднабраться опыта В защите Прав Предпринимателей Это раз И вторых Нужно Поднабраться опыта В вопросах Установления Отношений С Людьми Которые По статусу Выше тебя И при этом Поднабраться опыта В умении Убеждать Этих людей В своей Правоте Вот Ему еще есть Куда расти До этой должности А так Я считаю Что Если он Его вообще Интересует Реально Эта должность То он может В принципе Будет назначен Новый Омбудсмен Он может Вот там Помогать Если он Хочет защищать Бизнес А не зарплату Себе ищет А не статус Вы как раз Концентрировали Простите Внимание На защите Что это такое Защита Это быть И мыслями И душой На стороне И не рассматривать Никаких Больше вариантов А что это значит Позиция Как раз Совсем У меня Другая Мы не имеем Права И закон Права Не имеем Так вот С моей точки Зрения Обсуждать Высокие Налоги Или нет В России Я считаю Что Нагрузка Одна из Налогов Нагрузок Одна из Самых Высоких В мире Одна из Самых Высоких И реально Это сказывается На доходах Людей Но Подождите Это не означает Что мы не должны Их платить Давайте мы Их заплатим И будем Протестовать Вот ты заплатишь У тебя будет Право Говорить об этом Понимаете Вот Я акцентирую Внимание Именно на защите То есть Если он хочет Реально защищать Да И Защищать Не сломя голову Не закрыв глаза На грехи Так сказать Того или иного Предпринимателя То пожалуйста Я считаю Что Андрей Вавилов Ну сейчас Как бы открытый В этом смысле Человек Надеюсь Что и дальше Будет так же Следующий Из шести Из шести Претендентов На должность Бизнесом Бутсмена Это Председатель Агропромышленного Союза Товаропроизводителей Нашей области Владимир Огородов Да Ну его Анонсирует Как защитника Так сказать Фермеров Ну я честно говоря Ни разу не слышал И не знаю Об его опыте Защиты Ну Что ему в общем-то Не мешает Попробовать Тут Ну тоже Я бы посоветовал Так сказать Вот этого опыта Защиты Как бы Поднабраться А не просто Там хорошо Как бы Значит Если я правильно Понимаю Он Чуть ли не Полу государственной Структуре Так сказать Работает Работает Нужно поработать Значит Реально Либо в бизнесе Либо в защите Бизнеса Нюхнуть порох Да Не на бюджетные Средства После этого Как бы И можно Двигаться Будешь понимать Потому что Очень часто Ведь Что С чем мы Имеем дело Что Тот или иной Человек Который оказывается На государственной Должности Он даже не знает Как бизнес делается То есть У него полные Непонимания Понимаете И поэтому Он плохо понимает Бизнесменов А эта должность Она по определению Значит Требует Полного погружения Вникания И знания Всех процессов Ему тоже Я считаю Что еще рано Стоит еще Поучиться И может быть У того же Вавилова Точно так же Хороший был бы Пул Из общественных Защитников Пожалуйста Учитесь Ну Дальше Наверное Немного слов будет Хотя не знаю Александр Добрушкис Коммерческий директор Торгового дома Европейский Депутат Балыбердин Его выдвинул Ну не знаю Зачем его депутат Балыбердин Выдвинулась Каких соображений Почему он Его Балыбердин Сам Видимо Тоже плохо понимает Что такое Бизнес Да простит он Меня Так сказать Потому что Многих людей Ведь лично знаешь Вот Но Я думаю Что Так просто Видимо посидели Тот сказал Давай я попробую Выдвинуться Хотя бы Попиарюсь Там Балыбердин Сказал А что Давай я тебя Выдвину У меня же Есть право И вот Воспользовался Правом своим Выдвинуть Вот Вот это наша Беда Когда люди Просто так Поиграться Как бы Выдвигаются В реальности Это Я даже Не знаю Какой получится Из него Амбудсмен Ранее Пытавшийся Получить место В Орловской Думе От КПРФ Валерий Чуркин Тоже выдвинулся На эту должность Для меня Незнакомый Честно говоря Человек Ну Валерий Хоть ИП А Хоть Хоть есть Что-то Да Какая-то основа Да Но тоже Как бы Сильно в защите Мы Предприниматели И бизнеса Его как бы Не видали Здесь Тот же самый эффект Ну Выдвинул КПРФ Видимо Должен выдвигать По своей Там Партийной Там Принадлежности Он Я так понимаю То в депутаты хочет То там В главы В главы Там Города То еще куда Так уж Надо бы как-то Определиться Так сказать Ты в политике В бизнесе Или в защите бизнеса Сейчас много таких людей Которые Пытаются То там Вклиниться То сям Авось Заметь Авось Запомнить И так далее Вот видимо По этому пути Тут ведь Очень высокие требования Так-то Все думают Что Там легко Но требования Очень высокие И я потом Объясню Почему Я так считаю Далее Фигура Наверное Более известная Хотя не знаю Знаменитая В том числе Своей внешностью Простите Андрей Маури Рецедатель Кировского Рекотделения Общественной Организации Деловая Россия Его выдвинула Авиатская Торгово-промышленная Палата Это была Для вас Неожиданность Абсолютная Неожиданность Я считаю Что Торгово-промышленная Палата его не выдвигала Потому что Вопрос не обсуждался Ни на совете Не рассылали Значит Членам совета Там даже Никакой там Бумаги Что вообще Вопрос обсуждается Совет должен был Коллегиально Рассмотреть этот вопрос Да? Я думаю Что как минимум Да Совет Потому что В принципе В уставе нету Такого пункта Которая Там В движении Не в адрес Президента В компетенцию Президента Не входит Там Если только Другие вопросы Что Решает И другие вопросы Какие другие вопросы Но Насколько я понимаю Прошлый раз Когда выдвигался Этот вопрос Обсуждался Коллегиально А сейчас Вдруг Пишут Что там Торгово-промышленная Палата выдвинула Я уверяю вас Что Торгово-промышленная Палата Не выдвигала И если там Есть подписанное Письмо Николая Михайловичем Президентом 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 То Я считаю Что он Как президент Тоже не должен Был подписывать Эту бумагу Это Как минимум Некорректно И Я считаю Что даже В каком-то смысле Порочит Торгово-промышленную Палату Потому что Мы В торгово-промышленной Палате Должны были бы Даже быть Примером Всем Своей Как бы Вот Хотя бы Процедурной Демократичностью Понимаете Что Выдвигаем Кого-то А сейчас Получается Вот так Я Хочу сказать Что я В качестве Протеста Против Такого поведения Президента Торгово-промышленной Палаты Написал заявление О выходе Из торгово-промышленной Палаты Хотя я являюсь Членом Совета Палат Потому что Я считаю Что Такие вещи Порочат Не просто Палату Но в том числе И его членов Особенно Активных Членов То есть Так поступать Неправильно Я думаю Что сам Николай Михайлович Жалеет О своем Поступке Что он Подписал Он может Подписать Как гражданин Российской Федерации Любую письмо Поддержки Ну подписал же Балыбердин Письмо Ну или Подников Но Балыбердин Когда подписывал Не написал Что он Как Какое-то Должностное Лицо Хотя не знаю Может быть И как Должностное Но Заксобрание Это не обсуждалось И все понимают Что это Личное мнение Балыбердина А вы Как член Совета ВТП Имели ведь Право Предложить Свою кандидатуру Ну Слушайте Коллеги По совету Давайте соберемся Обсудим У меня вот есть пара мыслей Кого Я думаю Что выдвинут Имели право Кто угодно Но там надо Посмотреть Кто по статусу Имеет прав Выдвигать Может депутаты Имеют право Там выдвигать Значит Просто Здесь Андрей Альбертович Выдвинула Общественная организация Деловая Россия А Николай Михайлович Значит Подписал Письмо Поддержки От своего От своего Личного имени Укрепил Так сказать Ну Не знаю Укрепил Или наоборот Себе сделал хуже Я тут Как бы Нет я имею в виду Процедура Это вроде как Вот в ТПП Ну не обсуждал В ТПП Вопрос Но без обсуждения Да Вот выдвинул Николай Михайлович Не знаю Почему он это сделал Из каких соображений Чего испугался Не знаю Вот Там В кухню Не посвящен Как бы Хотя Догадаться Может Любой человек Так что Дай бог ему Здоровья И силы Чтобы больше Таких поступков Не совершать Потому что Накануне 70-летие Его кстати Это актуально Да Потому что С моей точки зрения Выбор Андрея Альбертовича Был бы Наихудшим вариантом Для бизнеса Так У нас сейчас реклама Еще немножко слов Хочется сказать Про Андрея Николаевича Вавилова Который тоже претендует Его выдвинул Депутат УЗС Дмитрий Сергеев Директор Маяковская Строительная фирма Поговорим уже Об этом после рекламы Азиз Агаев В нашей студии Директор аудиторской Конституционной компании Бизнес Информ Член Совета Вятской Торговой Промышленной палаты Зам. Председателя Правления Совета хозяйственных руководителей Когда я говорю В нашей студии Я имею ввиду В нашем с вами Тоже Азиз Альич В студии Потому что Наши слушатели прекрасно знают Что есть программа Союза нерушимой Но сегодня мы говорим О других вещах И так еще один шестой Претендент на должность Бизнес-обудсмена Андрей Николаевич Вавилов В декабре 2014 года Он С декабря 2014 Вернее года Он работал в этой должности Сменив Даниляна Да Сергея Эдуардовича Да Сергея Эдуардовича Даниляна Выдвинул Андрея Николаевича Депутат Дмитрий Сергеев Повторюсь Вот хотелось бы Чтобы вы как профессионал В этой отрасли Проанализировали В эти три года Что находился Занимал до должности Андрей Николаевич Сразу скажу Вы уже там Для затравочки сказали Несколько минут назад Да, сразу скажу Что Андрей Николаевич Он достаточно уже Известный Амбудсмен в России То есть Многие амбудсмены С разных концов страны Уже с ним созваниваются И Узнают Как организовать Свою работу Андрей Николаевич Вавилов Сделал так Что Этот институт Амбудсмена У нас считается В округе И об этом знают В округе В Приволожском округе Что один из самых лучших В России И Если я правильно Знаю То поддерживается Непосредственно Как бы Чиновниками Такого уровня И в Москве Он на очень хорошем счету Как именно Амбудсмен Потому что Он Реально Защищает Права Предпринимателей При этом Не делая Из этого Пиара Как некоторые Подпишут Какую-нибудь Бумагу И сразу Пресс-релизы Понаправляют А еще ничего Нету Никакой работы Бумажка Подписана Очень большую Реальную работу Проводит То О чем я уже говорил И к тому еще Можно прибавить Целый ряд Бизнесов На территории Кировской области Которые он сумел защитить И поэтому они остались На территории Кировской области Он постоянно ведет Эту работу Со всеми органами Федеральной власти Самое главное Что У него Есть эти контакты И он умеет Найти общий язык И убедить Этих людей Понимаете Это непросто Это непросто С учетом того Что у тех или иных Работников Органов федеральной власти Мозги заточены Ну под определенные Там задачи Которые перед ними Поставлены И он У него получается При этом мы же знаем Что амутсмен Это должность Без каких-либо Серьезных прав По защите Инструментов Без инструментов Да Защиты И вот его единственный инструмент Это вот его глубокая Убежденность И умение Убедить Представителей Органов власти Что в этой Или в другой Ситуации Они Неправы И знаете У него получается У него получается Так что никто Не чувствует себя Обиженным В этой ситуации Да То есть он Умеет доказать Он И с правоохранительными И с органами федеральной власти Контролирующими У него получается Встречаться Договариваться Вот При этом Иногда Правоохранительные органы Наказывают Там Руководителей Муниципальных Органов власти Потому что Они чинят препятствия Для деятельности Тех или иных Предпринимателей Он реально Помогает Предпринимателям И Я думаю Что Это большой плюс Областной власти Что У нас В Кировской области Есть такой амутсмен Который реально работает Реально защищает Права предпринимателей А может быть Наоборот Не задумывались Вы знаете Может быть Власти Не заинтересованы В таком активном Бизнесом Бутсмене Ну вот Выполняет Некий план Что-то там Работает Слава Богу Ну если Мы же Не ставим Под сомнение Что Представители Органов власти У нас умеют думать Хотя Некоторые Вот Совершают Определенное Чудачество Ну да ладно Мы предполагаем Что они думают И думают Не просто там Что там Где-то как-то А думают Что Реальная защита Бизнеса Не просто влияет На то Есть налоги Или нет В бюджете Но еще и влияет На то Как инвесторы Смотрят на территорию Области То есть Если здесь Есть реальная защита Интересов бизнеса Реальное понимание Что такое бизнес То они сюда Будут приходить Поэтому Вот Это маленькая Этот маленький Штришок На большой картине Это на самом деле Очень важный Штришок Вы общаетесь с коллегами В том числе Затрагиваете Безусловно Ведь Эту тему Избрание нового Бизнеса Бутсмена Как в целом Сейчас Предпринимательское Сообщество Настроено Как можно описать Его сейчас Состояние Моральное Волнение По этой теме То люди Собирают подписи Насколько мне Известны Предприниматели Прямо по районам Белохолницком Луцком Еще где-то Готовы Прийти С плакатами В поддержку Это реально Люди Которые понимают Что именно Андрей Вавилов Подписи За Вавилова За Вавилова Большое количество Людей У меня в городе Меня уже Трясли предприниматели Давай собирать Подписи И так далее И так далее Но я понимаю Что и В органах власти Есть понимание Кто есть кто Поэтому Но люди Собирают Я не знаю Что они с этим Будут Как бы делать То есть Огромное количество Предпринимателей За него И я об этом Реально знаю Вот А если говорить О том Как себя чувствуют Представители бизнеса Ну Сложная ситуация Непростая Ситуация На территории области Для бизнеса Ну Как бы это Правильно сформулировать Так Если не Вавилов Собственно Продолжит Да Заниматься Этой работой Ваш прогноз Ну Как минимум Как минимум Год Не будет Никакой защиты Бизнеса На территории Кировской области То есть Один на один Зачастую С произволом Неким Столкнуться Как принимателя Как и было Ну Соответственно Наверное Это приведет К определенному Оттоку Тех Кто решил Остаться Например Из-за Вавилова С учетом Вот этого Фактора Вот Поэтому Дело в том Что Мы ведь Знаем Что у нас И до Вавилова Был Как бы Бизнес Амбутсмен Ну Тогда Спасибо Сергею Эдуардовичу Он создал Он еще только Создавал эту структуру И он создал Скажем Такой Хотя бы Организационные Вопросы В колыбели В колыбели Выкачивали Многие решили Организационные Вопросы Но Все-таки Это работа Требующая Огромного Напряжения Как Нервного Так Временного Так И Многих Многих Так сказать Сферах Я думаю Что когда Сергей Эдуардович Ушел С этой должности Он правильно Решил Закончился Губернаторский Срок Никиты Юрьевич Первый Первый Срок Я думаю Что если бы Он захотел Остаться Сергей Эдуардович Я думаю Что там Вопросов По нему Не было Решали Но было бы Это ему Как бы По здоровью Я думаю Что Наверное Нет То есть Он бы Очень много Мог потерять В этом смысле Поэтому А вот Маури Например Который Хочет Который Хочет Его ведь Никто Не видел Как защитника Поэтому В то же время Вавилов Себя показал За этот срок После Сергея Эдуардовича Как реального Защитника То есть Появились Реальные дела В которых Он себя показал А если Перевернуть Если вот Все пытаюсь С другой стороны На это все Посмотреть Так скажите Прямо Может быть Вы зла Желаете Андрею Николаевичу Да бог с ней С этой службой В роли бизнеса Пусть человек Живет Спокойно Ездит На шашлыки По выходным Нежели Общаться Мотаться По районам С предпринимателями Нечего Нечего тратить Время На себя Там Холить Себя Лелеять Надо Тратить В интересах Области Своё время Слышите Меня Андрей Николаевич Есть Определённая Уверенность Что слышит Да Слышит Остаётся буквально Три минуты Четыре минуты До конца Ну Так Десятого Числа Будет рассматриваться Кандидатура Так уже Подводя итог Нашей теме Десятого числа В правительстве Будут обсуждения Кандидатуры Но На пленарном Заседании Да Согласование Будет на пленарном Заседании Но Честно Скажу вам Что Там же Достаточно Много Депутатов Бизнесменов Понимающих Ситуацию В том числе Из общественных Организаций Активно Участвующих Но Почему-то Полная уверенность Что если будет Кандидатура Вавилова То там Максимальное Количество Голосов Будет за него Вот Ну В этом-то смысле Знаете почему Потому что Вопрос-то Не политический А реальные А реальные Такой жизни Поэтому депутаты Будут голосовать Не потому Как им Партии Подскажут А скорее всего Будут голосовать Исходя из Реальной ситуации И оценив Реальные Достоинства Тех или иных А если у них Будет установка Ну Так я предполагаю Ну Если будет Установка То Почему-то Уверен Что установка Будет Тоже На Вавилова Хорошо Так или иначе Это все Скоро выяснится Будем надеяться На лучшее Будем надеяться На лучшее Для предпринимательства В Кировской области Самый деятельный Человек Все-таки Сможет Залять Вот скажите мне Зачем менять Коня на переправе Ну так По большому счету Ну поработал Два года человек Ну пусть еще Поработает Срок А вы готовьтесь Следующий срок Он все равно Освобождает Он же не может Там больше Двух раз подряд По закону Занимать Эту должность Ну и все Становитесь в очередь И бейтесь уже сейчас Доказывая Защищая предпринимателей И доказывая Что вы именно Самый лучший Защитник Предприниматель Берите пример Уже Берите пример Да Ходите Защитника Следите за ним Да Чтобы вас потом Рекомендовали Как реальных Защитников Там Бизнеса Поэтому Я думаю Что Пожелаем В любом случае Удачи Но прежде всего Удачи И успехов Пожелаем Своей области Фразу Руководителя области Про общипанную курицу Прокомментируете Что вы из этого вынесли Ну там она как-то Звучит Вся фраза Сейчас я процитирую Да Фраза звучит Следующим образом Правило должно быть одно Сказал губернатор Васильев Российские законы Социальные программы И пополнение бюджета Умение собирать налоги Это умение общипать курицу Чтобы она кричала Но не умерла Наша задача Привлекать инвестиции В регионы Создать условия Равные для всех Я-то это понял Как Ну такая оценка Иронично жесткая Всей налоговой системы Нашей страны Вы как это понимаете Я понимаю это таким образом Что все что он сказал До курицы И после курицы Это ведь нормально Ну в целом да Нормально Это правильно До курицы И после курицы Все нормально Что касается курицы Кому она адресована Ну у нас на самом деле Налоговая система такая Что если ты платишь Все налоги Но если не полностью То наполовину Точно общипанная курица Понимаете Ну назвал человек Вещи своими именами Ну что Нельзя называть Вещи своими именами Даже если ты губернатор То можно Ну правильно назвал Так вот Предприниматели Должны понимать Что они Оказываются В роли Полуобщипанной Курицы И значит Мы И общественная Организация Бизнеса Должны В этом направлении Работать Чтобы последние перья Не вырывали Чтобы последние перья Да Уж неважно Ведь кто будет Вырывать их Налоговый инспектор Судебный пристав Следователь Милиционер Или уже в суде Этот вопрос Будет решаться Или Вот некоторые говорят Что губернатор Но губернатор Не собирается Сбором Как бы налогов Поэтому Нельзя сказать Что он там Щиплет кого-то Там условно говоря Вот Поэтому Нам нужно Сделать так Чтобы думать Над тем Как наша Налоговая система Не просто Не ухудшалась А Власти делают Все Чтобы налоговое бремя Становилось Все больше И больше А чтобы Это бремя Снижалось Но Почему-то Многие Боятся Этим заниматься Вот об этом Надо как бы Нам думать И этим заниматься А не просто Там Думать о том Что у меня тот знакомый И этот депутат знакомый Вот если депутаты Например наши В федеральном собрании Там Государственной думе Не занимаются Улучшением Предпринимательского климата Так надо Не голосовать за них Сколько бы они Кому не заплатили И чьи бы партии Они не представляли Завершается на этом Наша беседа Азиз Агаев Ваше особое мнение Всего доброго Спасибо До свидания До свидания Всем удачи Особое мнение На 101FM